Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами на тему, опять же, жизни в России, но уже в качестве ответов на вопросы, которые вы мне задавали под предыдущими видео на эту же самую тему. Я выписала себе некоторые вопросы и сегодня просто хочу на них ответить, чтобы не было никакого недопонимания. Здесь будут вопросы не только о жизни именно в России и о жизни в общем украинца в другом каком-то государстве. Здесь будут какие-то общие вопросы. Первый вопрос — это как я обосновалась на новом месте. Я обосновалась нормально. Пока я, конечно, не работаю. Я занимаюсь самосовершенствованием, своим каналом, в принципе. Я объединю эти два вопроса, потому что первый вопрос звучит так. Как я основалась на новом месте? И второй вопрос — нашла ли я работу? Нет, не нашла я работу. И даже больше я ее не искала, потому что мне через три месяца, грубо говоря, ехать опять за документами. И неизвестно, сколько опять я в Воронеже пробуду. Поэтому я решила пока не искать работу. Но опять же, если что-то мне подвернется, вот вдруг случайно, то, конечно, я могу устроиться на работу. Но не вижу в этом смысла пока, потому что есть возможность, во-первых, не работать, во-вторых, не вижу смысла, потому что потом навряд ли работодатель какой-то меня куда-то отпустит на месяц. Около месяца будет длиться мои вот эти вот последующие оформления документов. Поэтому никто из работодателей не будет тебя ждать, а отпуск нужно ждать полгода, чтобы отработать. Поэтому не имеет смысла пока сейчас искать работу. Если только найти работу и потом через три месяца с нее уйти, ну, не знаю, если есть возможность посидеть дома, почему бы и нет, правильно? Следующий вопрос. Вы идеали, где бы я хотела жить, в какой стране или городе? Если брать страну, то, допустим, не знаю, мне в России хорошо, и я не знаю, какую страну бы я выбрала. Я не была в других странах, поэтому мне сравнивать не с чем. Мечтать, я не мечтала никогда поехать в какую-то страну. Побывать, да, где-то я мечтала, но вот именно чтобы жить, чтобы вот как-то, я не знаю, обосноваться там, у меня такой вот в мечтах страны не было никогда. Мне хорошо там, где вот на данный момент сейчас я. Я в этом плане вообще как бы не какой-то, да, там, психопат, который в заоблачных мечтаниях, да, и который потом просто из жопы вон лезет, чтобы осуществить их. Я, допустим, могу жить в той же деревне. Мне главное, чтобы были рядом любимые люди, и чтобы окружали меня хорошие люди. Вот это для меня очень важно. Ну, и, конечно, здоровье. Какой город я бы выбрала? Не знаю. Все города по-своему красивы, все города по-своему хороши. Многие мне пишут такие высказывания. Вот Воронеж, город говно, Ступино, деревня. А где не деревня? А где не говно? Какие-то критерии вот эти вот. Нет клубов, тусни, там, я не знаю, еще чего-то. Вот там люди какие-то. Поэтому судить город по людям я тоже не вижу смысла. Это, мне кажется, тупо. Судить город по тому, что в нем недостаток населения, клубов и не такие заработные платы высокие, как в Москве. Мне кажется, это тоже тупо. Каждый город по-своему индивидуален и хорош. Есть вопрос еще по поводу оформления документов. Якобы 21 век мне писали, очень много людей писали эту ересь. И документы есть возможность сейчас в 21 век подавать через интернет. Я еще раз для особо одаренных скажу, что моя ситуация не является вашей ситуацией. Они не схожи у нас абсолютно. Я не знаю, насколько у меня хватит заряда камеры. На какие вопросы успею ответить, на такие отвечу. Таких видео, наверное, будет много на моем канале, потому что бывают разные вопросы, бывают разные высказывания. И когда я людям пишу в комментариях ответы на их вопросы и высказывания, то большая часть даже, мне кажется, не понимает вообще, о чем я пишу. Еще были вопросы такие, как, насколько жители ДНР и ЛНР видят себя в составе России. Согласны ли жители Донбасса войти в состав? И если нет, то как они представляют дальнейшую жизнь с Украиной, страной, которая их хотела стереть? Я, опять же, выскажу, наверное, сугубо свое личное мнение. Во-первых, из источников, которые я знаю, это мои родственники, которые там остались. Да и когда я еще там была, то я видела, что люди, именно люди Донбасса, они хотят как можно быстрее избавиться от Украины. В плане того, чтобы не входить в состав Украины. И это желание, оно возникло как раз после того, как к нам танки приехали и начали стрелять. Поэтому есть, во-первых, повод. Во-вторых, люди согласны и людей таких много. Если раньше было, наверное, не так много тех, которые поддерживали эту точку зрения, то сейчас, мне кажется, стало намного больше таких людей. И по поводу того, если не согласны люди, то как они собираются жить? После вот произошедшего, да, то мне кажется, жизни уже как таковой не будет. Многие мне писали также под видео «Жизни в России», то, что на нашей земле, там, где мы живем, и наши дома остались, там Америка и Китай, либо кто там еще, мне насрать, если честно, собрались строить свои заводы и фабрики. Да, пожалуйста, пусть хоть я не знаю, что там они собираются строить, но это не значит, что так все и будет. А вообще посмотрим, как там все это будет, потому что, ну, это вообще выглядит как показуха, честно. Вот мы, обычный народ Донбасса, стали просто как отшельники, как люди, которые просто попались под горячую руку. А где бы нам устроить войну? А давайте-ка, вот, у нас есть Донбасс, который нафиг никому не нужен. Да, может быть, это грубо и тупо звучит для кого-то, но для меня так же выглядит эта война, если честно. Еще один вопрос, который меня очень заинтересовал и на который я хочу дать свой ответ. Что рассказывали в школе о Великой Отечественной войне? Кто на кого напал? И что рассказывали нам наши предки, дедушки, родители там и все такое? Я училась, это было давно, и это было еще до Ющенко. И мне кажется, вот тогда нас еще учили действительно и рассказывали про Великую Отечественную войну, именно то, что должно быть, и именно то, что было. И я ни разу не слышала о том, что Россия на кого-то нападала, чтобы Россия там что-то захватывала, что-то, ну, короче, бред какой-то, честно. Я никогда такого не слышала, и слышала, что наоборот мы сражались со всеми, мы отбивались, ну, именно Россия. И как бы, извините, все, что говорят сейчас и чему учат детей сейчас на Украине, это только ненависти к российскому народу, именно к России, и это в открытую, причем это даже было изначально, когда только начали стрелять на территории Донбасса, показывали наши школы именно на Донбассе, как там бендеры ярые, орали на детей и говорили, что ихние имена звучать должны не так, как они звучат, что вот Россия это говно, а Украина там и лозунги всякие. В общем, ну, это бред, это, опять же, идет сплошная агитация, сплошная дезинформация, и да, информационная война, и так оно и есть, и из-за этого страдают многие люди, но слушайте, нужно иметь всегда свою голову на плечах, именно голову с мозгами, а не просто продолжение шеи, и не надеяться на кого-то, и не с открытым ртом сидеть и смотреть телевизоры, и читать в интернете. Вы думаете, если по телевизору показывают сплошь и рядом вранье, то в интернете напишут обязательно правду, бред, просто бред, общайтесь больше с людьми. Много людей едет с Донбасса, много, я понимаю, много плохих людей, но есть хорошие люди, которые делятся своим опытом, которые рассказывают, как и что, и кто виноват в чем. Ну, не ведитесь вы на эту ересь, не ведитесь. Да, мы, может быть, какие-то странные, злые, гнусные, кажемся, но слушайте, не все россияне тоже хорошие, я вам так скажу, поэтому давайте будем жить дружно, и те люди, которые мне пишут такие высказывания, что едь обратно в свою усрайну и вали с моей страны, твоя она будет тогда, когда ты себе приобретешь страну. Также есть вопрос, мониторю ли я украинские СМИ, и как я отношусь к антироссийской пропаганде, и то же самое, мониторю ли я, и как я отношусь к российскому СМИ. Честно вам сказать, я смотрю телевизор очень редко, раньше вообще его не смотрела, какие-то новости я узнавала, опять же, от общения с людьми, и у меня парень увлекался, он смотрел и мониторил все вот эти вот СМИ, российские, украинские. От него я узнаю какие-то новости. Сейчас, на данный момент, я это узнаю от сестры, от каких-то наших знакомых общих, которые на Украине остались, поэтому даже нет надобности за чем-то следить, вот честно. Но то, что я наблюдаю, допустим, про российские СМИ, я не могу ничего сказать, потому что мы живем в России, и я не могу сказать, правда это или нет, именно по поводу Украины, потому что я не знаю, что там происходит на данный момент, прям дословно, вот сделали там то-то, то-то, то-то. Но я сомневаюсь, что российские СМИ что-то врет. Преувеличивать, да, я думаю, может российская СМИ, но врать навряд ли. Но это опять же мое сугубо личное мнение, потому что не имеет смысла это делать. Опять же, украинская СМИ и телевидение меня просто ввергает в шок, потому что это жесть, полная жесть, когда я смотрю на Порошенко, как он трясет какими-то российскими паспортами в доказательство того, что российские войска присутствуют на территории Украины. Да, конечно, конечно, кому еще нас защищать? Никто не ринулся, ни Америка, никто, извините меня, мы никому нафиг нужны, не были, кроме России. В общем, знаете, просто доходит до абсурда, доходит до каких-то вообще высмеиваний, выступления Порошенко, выступления Яценюка, Ляшко. Я просто не понимаю, как можно таким верить. А про мэра Киева я вообще молчу. Люди добрые, западенцы, вы вообще в уме, в своем уме? Глядя просто на украинское правительство, которое сейчас создали, созидали все, просто вот молились, я могу сделать обычные выводы, просто обычные, что делать там нечего. Нужно ехать куда угодно, но не жить на Украине. Потому что клоуны никогда не правили страной. Я не на все вопросы успела ответить, ждите, значит, следующее видео. И всем спасибо за внимание, надеюсь, это видео не было особо каким-то негативным, просто внесла конкретику и ответила именно конкретно на какие-то вопросы, которые меня именно затрагивали, которые мне хотелось осветить в этом видео. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. И всем спасибо за внимание, всех целую, обнимаю. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok